В Кирове до сих пор без тепла остается 91 многоквартирный дом. У вас как дома дела обстоят? У меня тепло есть, дали как-то так вот рано и очень все. Ну в этом году хорошо, по крайней мере, с топлением. Я два года назад поставила, во-первых, водонагреватель. Я даже не знала, когда у меня отключали воду горячую в течение сезона, но говорят, что часто. А топление дали нормально. То есть у меня дома было тепло и сейчас очень жарко. И вот я собираюсь в ближайшее время звонить в управляющую компанию, чтобы немножечко снизили. Это тоже проблемы, да, возникают? Ну а коммунальщики говорят о том, каждый год они говорят о том, что более 90% сетей находится в неработоспособном состоянии. У меня много знакомых, которые на самом деле мерзли. И когда в квартире там 11 градусов, у меня у родителей, например, 11 градусов в квартире было, это ужасно. Просто там не спасают даже курточки. То есть спать в валенках, ну это минимум неудобно. И, наверное, неправильно. Почему так? То есть понятно, что нужно как-то глобально решать проблему, вот как? Да, сегодня у нас в гостях будет представитель кировского филиала Т-Плюс. И я думаю, что мы зададим все вопросы, интересующие ему. Добрый вечер. В эфире программа «Журсовет». Здесь журналисты обсуждают актуальные темы. Меня зовут Надежда Ведерникова. Сегодня со мной в студии работают мои коллеги Ирина Сырцева и Дмитрий Житарчук. Почему в Киров всегда зима приходит внезапно? Почему до сих пор более 90 домов в Кирове остаются без отопления? Об этом поговорим сегодня с нашим гостем. У нас в студии представитель компании, который отвечает за тепло и горячую воду. Олег Прохоренко, здравствуйте. Добрый вечер. Олег Прохоренко, начальник отдела по связям с общественностью кировского филиала Т-Плюс Киров. Олег, сегодня буквально в городской администрации состоялось оперативное совещание, где были озвучены эти цифры, что без тепла на сегодняшний день остается 91 дом. Возникает вопрос, почему на дворе практически середина октября, а у нас жилой фонд не готов к подключению тепла? Нельзя говорить, что эта ситуация была всегда. То, что она усугубляется год от года, это правда. Если в Кирове-Чепецке, где ситуация в целом с дефектностью сетей, то сети в более пригодном состоянии, но в силу того, что меньше внешней коррозии, это менее сырое место, чем в Кирове. И там в один день запустили весь жилой фонд. Там тоже мы обеспечиваем теплом. В Кирове, к сожалению, ситуация печальнее. Она год от года усугубляется. И не зря мы говорим каждый раз о том, что, ребят, надо перекладывать сети, надо перекопать весь город. И тогда мы сможем, как хочет того Министерство энергетики, в три дня проводить гидравлические испытания. Погодите, у нас и так все лето город перекопан. Нет, секундочку. Город перекопан из-за чего? Из-за того, что ведутся ремонты. И нужно разделять ремонты и реконструкции. Реконструкция – это когда укладываются новые трубы в ППУ-изоляции, планово, по программе. И укладываются в каждом дворе новые трубы. Представляете? Ремонты уже не помогают? Ремонты уже не помогают. А зачем так проводят? Может, не проводить тогда, если делать больше силы? Не проводить ремонты – это значит вообще людей оставить без тепла. И мы по договору аренды обязаны содержать, то есть проводить ремонты этих сетей в каком бы состоянии они ни были. К сожалению, в июне уже средства, которые в тариф заложены на ремонт, это 238 миллионов рублей, закончились. И руководитель Кировского филиала обратился к Москве за помощью выделить дополнительное финансирование. Еще 240 миллионов, почти 250 миллионов дополнительно, не включенные в тарифные источники. Нам выделили, но сказав, что вот такая история, она не может продолжаться вечно. То есть в убыток компания работать не может. И необходимо предусматривать как раз на будущие годы плановую реконструкцию сетей, чтобы не ремонтировать, как ты правильно сказала, каждый раз копая в одном и том же месте, потому что один участок, второй участок, третий участок переложили. Это не поможет, это отсрочит наступление реально какого-то коллапса. Чтобы его не возникло, чтобы этого не произошло, нужно планово переложить 2-3 этих сетей в городе. Вы планово перекладывали какие-то участки труб, да? Планово перекладывали. Есть амортизация сетей, которые принадлежат нам, это порядка 400 километров сетей из 1700. Переложено. Да, на них есть амортизация, они в нашей собственности и по амортизации. Вот те большие магистральные трубопроводы мы планово перекладываем, где это требуется. А самое больное место и самое большое количество повреждений на внутриквартальных сетях, на тех сетях, которые идут к домам непосредственно от магистралей. И именно на этом участке, именно из-за этого сейчас 90 жилых домов остаются без отопления, потому что здесь нужно копать, тут нужно копать к каждому отдельному дому. Есть случаи, когда мы перекладываем по бесхозным сетям, переданным нам только-только перед началом отопительного сезона, это как Дружба 3А, например, перекладываем 90 метров трубопроводов. Надо себе отдать отчет. То есть перекопали, врезали 10 метров, посмотрели, снова дефект, снова дефект. И вот так вот. И это сети, которые нам не принадлежат, которые город передал нам. Вот, ребят, берите и обслуживайте перед отопительным сезоном. Таких сетей 8 километров передано в очень нехорошем состоянии. Такая же история там по Чапаеву 11, где распоряжением только 2 октября сеть от ТСЖ городом была передана КТК. Тоже сказали, берите и делайте, пожалуйста. Люди сидели, жаловались на то, что у них нет тепла, на то, что у них нет горячей воды. Но сети не наши. Это как мы придем в чужую квартиру и скажем, нам не нравится ваша квартира, давайте мы сделаем ремонт. Ну, так нельзя, да. То есть, либо эта квартира должна быть нам как-то доверена для того, чтобы мы там сделали ремонт и какое-то финансирование. То есть, своими силами тоже там что-то сажают, но они не смогли, не способны. Они не смогли, да, они не справились. То есть, пока дом новый, пока сети, которые относятся к этому дому, более-менее нормальные, все хорошо. Но как только они начинают выходить из строя, это оказывается в бесхозе. Таких бесхозных сетей порядка 400 тоже километров по городу. Горожанам все равно, какие там проблемы, у кого, кто кому задолжал, кто должен ремонтировать. Они платят за тепло, они должны получать этот ресурс. Вам не все равно. Потому что мы получаем деньги за тепло. И в данном случае дома, которые не подключены, мы не получаем от них средства и финансы. То есть, мы заинтересованы в первую очередь подать, с точки зрения логики элементарной, подать своим потенциальным клиентам ресурс. Как вы считаете, нам нравится копать? То есть, мы получаем удовольствие от этого, от того, что копаем, копаем, копаем. Нет, конечно. А на плановые ремонты планируются деньги откуда брать? Плановые ремонты, две статьи доходов. Это, как я уже сказал, амортизация по системам, которые принадлежат нам. И тарифная составляющая, которая, как я сказал, тоже ограничена. И она ограничена в силу того, что нельзя людей раза заставить платить больше. А муниципальные сети мы финансировать не можем, они в имуществе муниципалитета. Какие-то еще источники инвестирования есть? На самом деле, очень интересная была дискуссия на российском энергетическом форуме. Он проходил буквально на прошлой неделе, в конце. И председатель правления нашей компании, компании «Паутоплюс» Денис Паслер, высказал пожелание привлечения государственного, участия государственных институтов в процессе модернизации теплосетей. Что это значит? Это значит, что сети могут и должны работать эффективнее, и могут работать эффективнее на 30% примерно. Но необходимо вкладывать в эту инфраструктуру только в ее обновление около 1,8 триллиона рублей. Таких источников финансирования нет у компании. Таких источников финансирования нет, к сожалению, и у людей. То есть нельзя это время перекладывать на население. Поэтому предложение было сделать еще один национальный проект. Это приоритетный национальный проект. Ситуация в Кирове не уникальна. Возможно, что она чуть хуже, чем в городах, которые рядышком находятся. Или есть города, которые уже перешли на концессию, там ситуация изменилась. Но в целом такая ситуация износа сетей, которые были построены в 60-70-е годы, она массовый характер носит. И по многим городам все больше и больше ресурсов тратится именно на ремонт. И тогда как надо модернизировать эту систему, надо перекладывать ее планово. К слову, опять же, о замене труб. Несколько лет говорите, что на 90% трубы изношены и даже больше. И при этом трубы постоянно меняются. Почему процент не меняется? Секунду, еще раз, я сказал, что планово меняется достаточный объем магистральных сетей, принадлежащих нам. Проблема-то с сетями, и концессия-то рассматривается по сетям, которые принадлежат городу. Это две трети по протяженности, две трети всех сетей, которые есть в Кире. И вот с ними непонятно, что делать, потому что по ним источник финансирования очень ограничен. Он лимитирован на сегодня, условия аренды чуть больше 50 миллионов рублей в год. Это ничто. Но вы эти трубы обслуживаете в том числе? Мы обслуживаем и делаем ремонты. Поэтому копаем, 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 меняем какими-то кусочками. Но чтобы создать инвест-программу, чтобы перекладывать планово, нужен источник финансирования. В этом парадокс. А вот и концессия, вот еще раз вернемся к этой истории, она поможет? Она предполагает вот эти трубы передачи вам. Давайте мы сначала объясним, может быть, зрителям нашим, кто не знает, что с собой представляет эта концессия. Ну, концессия – это один из вариантов, один из возможных вариантов. То есть варианты высказываются разные, но их спектр не так широк. Концессия – это механизм, который рекомендует Министерство энергетики России всем городам, что, ребята, заключайте концессионные соглашения. Это что за соглашение между кем-кем? Вы по этому соглашению перекладываете сети. Соглашение трехстороннее. Сейчас оно заключается между муниципалитетом, ресурсоснабжающей организацией, или теплоснабжающей, которая подает по своим сетям тепловую энергию, и региональным правительством. Концессия гарантирует следующее, что ресурсоснабжающей организацией в течение определенного количества лет обязан подписываться под то, чтобы поменять вот такое точно количество километров сетей, причем с перечнем этих сетей поименно. Здесь, 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 здесь. Вот это мы обязуемся за такое-то количество лет переложить. Причем в первые годы больше переложить, для того, чтобы уменьшить сроки подачи ГВС, для того, чтобы уменьшить сроки количества раскопок. В то же время, муниципалитет гарантирует неразрывание отношений. То есть, если мы выполняем свои условия, как ресурсоснабжающая организация, муниципалитет, в отличие от аренды, не имеет права просто взять и расторгнуть договор, потому что мы уже вложили большой объем денег, нам нужно их как-то вернуть. А если разорвать эти отношения, получится мы деньги вложили, но вернуть их невозможно. Вот в этом существенное отличие концессии от арендных условий, когда соглашения могут быть. Вы думаете, что это улучшит ситуацию? Мы говорим, что это один из наиболее реальных на сегодня вариантов решения. Либо тот вариант, о котором я сказал, где обновление сетей может стать национальным проектом. И Игорь Владимирович Васильев, когда в субботу объезжал как раз проблемные дома в Кирове, он называл еще один возможный источник финансирования, это фонд реформирования ЖКХ. Не знаю, насколько там проработан этот механизм, но какие-то источники финансирования надо найти и сети переложить. Как это будет сделано? За счет каких средств? Конечно, плохо, если это бремя ляжет полностью на население. Это неправильно. Если это переложить на компанию, которая подает ресурс, но еще несколько лет компания протянет, и потом просто обанкротится. То есть этого тоже никому не надо. Нужен источник финансирования. И ни мы так жить больше не можем, ни кировчане, естественно, терпеть этого больше тоже не могут. То есть это нацпроект, то это получается бюджетное, деньги складываются? Да, то есть это какие-то институты бюджетные, которые позволяют массово переложить... Именно муниципальные трубы, которые не вам принадлежат, а обороны. Тепло-сетевую инфраструктуру. Совершенно верно. То есть вы не продаваете сеть бюджета? Государственные трубы. В свои трубы мы вкладываем средства из амортизации. Муниципальные сети мы их можем только ремонтировать. Таковы условия сегодняшние. Нам сейчас нужно ненадолго прерваться. Вернемся буквально через пару минут и продолжим обсуждение. Не переключайтесь. Это Жорсовет, и мы продолжаем. Сегодня мы обсуждаем, в каком состоянии находятся городские сети и когда наконец-то во всех домах Кирова появится тепло. У нас в гостях начальник отдела по связям с общественностью Кировского филиала Т-Плюс Киров Олег Прохоренко. Я хочу сказать, что социальные сети, конечно, завалены сейчас сообщениями возмущенных кировчану, тех, у кого до сих пор не появилось отопление. В том числе очень много сообщений в паблике «Злой кировчанин». Давайте посмотрим, послушаем, на что жалуются кировчане. Воровского, 58. Нет отопления и нет горячей воды с 13 августа. В управляющей компании сегодня сказали, а утром звонила, что КТК должны только сегодня начать делать раскопки. Но еще не точно, сегодня это будет или нет. Динамовский проезд 14, отопления не было и нет. Сказали, когда звонила в управляющую компанию, что график подключения перенесен и что моя заявка принята. Звонок был в понедельник, 1 октября. Никто не приходил, ничего не делал. А весь дом мерзнет по полной. В квартирах 9 градусов тепла. А в доме не только простые люди живут, но и дети, и пенсионеры. Ни горячей воды, ни отопления на Чапаева, 49. Запитывали систему 4 октября, но уже 5-е. 10-го перенесли срок на 12-е. Вредительство и чувство безнаказанности. Сколько можно заседать и перезаседать в теплых кабинетах? Работайте на результат. Труда 56. Нет ни горячей воды с 9 августа, ни отопления. Дети болеют. Щерса 30А. Нет горячей воды и отопления частично. Говорят, что ближе к 15 октября запустят во всем доме. Очень холодно. А оплата придет всем равная. У кого-то форточки открыты, а кто-то замерзает. Ну вот вы отслеживаете жалобы какие-то в интернете? Мы и сами отслеживаем, и отвечаем регулярно на жалобы, не напрямую, а на те жалобы, которые поступают в органы власти. Но надо сказать, что даже здесь из прозвучавших претензий несколько адресованы были не к нам, а к управляющим компаниям. Больше, особенно когда это касается, что в одном доме частично тепло, частично холодно. Я разбирался, тут выходные, мне позвонил знакомый, говорит, у нас до сих пор нет отопления. Уточняю, в наших службах мне говорят, что все подано. То есть ресурс есть на данный дом. Еще раз ему звоню, говорю, обратись в управляющую компанию, пусть вызовут слесаря, включат. На утро действительно слесарь пришел, и забулькало, стало тепло. Поэтому здесь эта ответственность обоюдная. То есть мы с себя ее не снимаем, но очень часто бывает так, что просто либо забыли где-то вентиль открыть, либо открыли один, не открыли второй. Нужно понимать, что это циркуляция, и должна либо неотрегулирована система в доме, либо что-то еще. Там, где есть дефекты, вот те 91 дом, о каждом из которых мы знаем, и которые мы включим, безусловно, до 10-го числа, сейчас график очень жесткий, то есть сегодня на включение 3-4 дома и так далее, и так далее. То есть вы гарантируете, что до 10-го числа? Мы должны их все подключить. Это не гарантирует того, что где-то не рванет снова, потому что дефекты есть каждый день. Но, по крайней мере, когда дом прогрет, там пару дней, он может выстоять, страшного не произойдет. А вот когда дом еще не включался ни разу, когда еще тепло туда не подавалось ни разу, вот это, конечно, очень грустно и печально. И нам от этого тоже, поверьте, радости большой не доставляет. Насколько я знаю, есть еще с управляющими компаниями такая проблема. Трубы надо, по-моему, продувать, да? Это называется в течение лета. Промывать, промывать и смотреть все внутридомовое оборудование. Как вы работаете, чтобы какие-то превентивные меры, потому что если не промытые трубы, иногда просто не доходят. Для чего паспорта готовности готовятся и выдаются? До паспортов есть еще акты готовности, которые подписывают со стороны Энергосбыт+. Тепловая инспекция Энергосбыта. Они по каждому дому должны проверить соответствие выполнения всех необходимых мероприятий, для того, чтобы считать, что дом подготовлен к отопительному сезону. Но, смотрите, часто бывает еще какая история. Вот если нормально не отрегулировать вентили в доме, не проверить их работоспособность, что происходит с подключением тепла? Когда включается тепло и где-то начинает топить подвал в доме, например, или в квартире. Или батарею рвет случайно, потому что не провели опрессовку перед отопительным сезоном внутри дома. Вентиль не держит, и управляющая компания обращается к нам, отключите ее у себя на сетях. А мы можем отключить только несколько домов. И в результате тоже такое бывает. На Левитана 12, по-моему, начало топить подвал. Перекрыли сразу 4 жилых дома, которые есть в окрестностях. И мы-то готовы и рады были поставлять туда ресурс, но, к сожалению, там задвижка не держит, и там нужно провести работы. Мы ждем, пока управляющая компания проведет эти работы. То есть есть ряд домов, где действительно есть дефекты, где это наши дефекты, или это бесхозные сети, переданные нам. Но есть ряд вот таких проблем на сетях сторонних организаций и в управляющих компаниях. А как ведется работа с такими организациями, вот этими сторонними управляющими компаниями, для того, чтобы не было таких недопониманий? Есть специальная служба, тепловая инспекция. Она обеспечивает информацию управляющей компанией, когда есть какие-то проблемы у нас. И в то же время передает нам информацию о том, что есть проблемы в какой-то управляющей компании внутри дома. То есть это вот такая организация, которая занимается взаимодействием между управляющими компаниями и теплоснабжающей организацией. Мы сами не выставляем счета, допустим. То есть наша задача подать всем ресурс, чтобы у всех было тепло, чтобы у всех была горячая вода. А с потребителями, с абонентами работают уже непосредственно энергосбыт. А кто даст, нагоняя управляющей компанией, если так, ну, там, вовремя не подготовились? Ну, вообще есть... Ну, нет, орган, который надзирает за управляющей компанией, это государственная жилищная инспекция. Точно так же она... То есть это орган, куда вы можете обращаться, если управляющая компания не реагирует на ваши запросы, не отвечает вовремя, что случилось, почему случилось, да, или не предоставляет какую-то информацию. Ну, и, кстати, если нет тепла, тоже кировчане могут обращаться в... В первую очередь нужно обращаться в управляющую компанию, если она не отвечает в госжилную инспекцию. Понятно, что к нам тоже можно обращаться, но не все проблемы с отоплением и с горячим водоснабжением это проблемы со стороны КТК. Сегодня перед программой мы поговорили с специалистом в сфере ЖКХ Андреем Воробьевым. Мы задали ему два вопроса. Как он оценивает прошедшее лето с точки зрения ремонта тепловых сетей и что делать кировчанам, у которых до сих пор нет в доме отопления? Давайте послушаем, что он сказал. В целом, ремонтная кампания, я считаю, что пришла неудовлетворительно, потому что значительно снять многоквартирные домы в с лето не видели горящие воды. Это недопустимо, потому что предельный срок отключения составляет 14 дней. И вне зависимости от того, сколько было порывов на трубах, теплоснабжающие организации должны упадывать в этот срок. То есть жители не должны страдать, греть в кастрюлях, в пазиках воду, чтобы помыть своих маленьких детей. То есть это просто недопустимо в 21 веке и в конце 2018 года. Если температура внутри квартиры меньше нормативной, то у жильцов есть право обратиться в государственную жильщую инспекцию для проведения проверки. И, соответственно, обратиться в свою управляющую организацию, либо ТСЖ ЖСК, чтобы те составили акт о недвижащем предоставлении коммунального службы по отоплению. То есть, соответственно, каким собственникам должен быть произведен перерасчет, если это норматив. И, соответственно, какие-то административные штрафы должны быть применены в адрес теплоснабжающих организаций, если это было по их вине. Хорошая оговорка. Если это было по их вине, жилищная инспекция действительно может посмотреть и разобраться, подавался ресурс или нет. То есть у нас такая информация есть. Особенно если это касается ЦТП, то мы можем следить, какого качества горячая вода шла или не шла на тот или иной жилой дом. И в зависимости от этого уже смотреть, чья это сфера ответственности. Ну вот, кстати, часто говорят, что мы штрафуем КТК от администрации, приходит информация. Есть сумма штрафов, которые уже выплатили на данный момент за этот сезон? Нет, у меня этой информации нет. Я просто никогда этой темой не интересовался особо. И точно знаю, что есть и штрафы, накладываются в адрес кировской типоснабжающей компании. Штрафы – это хорошо. И, возможно, это как-то нас стимулирует. Но самый главный стимул, на самом деле, это потеря средств, которые мы недополучаем за неотпущенный ресурс. И не получая эти деньги, не подавая потребителям ресурс, мы страдаем намного больше. И тоже понимаем, что три месяца без горячей воды – это ненормально. И поэтому бьем во все колокола и говорим везде, во всеуслышании, что, ребята, нужно что-то делать с муниципальными сетями. В таком состоянии, к сожалению, они еще несколько лет могут просуществовать, но потом ТЭЦ подадут горячую воду, а до потребителя она просто не дает. А где, кстати, в каких районах у города самые плохие? В этом году мы столкнулись с тем, что самый проблемный участок, самая проблемная зона, и там, если вы вдруг проезжали, там перекопано уже практически все. Это Некрасова, Попова, Левитана, Щерса, Грибоедова. И, в общем, на Дружбе сейчас лучше квартиру не покупать? Я бы не сказал, потому что, наверное, если будет все-таки программа, если будет приоритет, то, скорее всего, эти сети как раз первыми будут заменены. Давайте еще подытожим, то есть все-таки, что у нас в концессии, что власти говорят, хотят они заключать это трехстороннее соглашение или не хотят? На самом деле, вот сейчас, сегодня как раз проходит совещание в правительстве области, очередное, подводящее итог отопительной кампании. И власти уже и муниципальные, и региональные говорят, что заинтересованы в том, чтобы в этом году концессионное соглашение, как один из вариантов финансирования программы, было принято. Конкретные вещи пока не озвучиваются, всего того, что еще не пришли к общему знаменателю. То есть, есть некоторые позиции, по которым город, компания, которая будет концессионером, и область пока приходит к общему знаменателю. Так уж, наверное, год. Ну, это длится уже очень долго, и там была еще одна проблема, сейчас она, насколько я понимаю, решена. Это нужно, чтобы хотя бы половина всех сетей были поставлены на баланс, получили кадастровые номера. Без этого нельзя передавать имущество муниципалитету в концессию, и эта работа тоже велась в течение этого года. Половина сетей, это которые бесхозные? Нет, это муниципальные сети, которые не были, ну, то есть, не был присвоен определенный кадастровый номер каждому участку этих сетей. Ваш прогноз как специалиста все-таки в следующем году улучшится ситуация? Удастся как-то прийти к решению, решить? Если даже будет, предположим, договор концессии, или будет какой-то другой вариант финансирования, нужно понимать, что за один год все не приложить, либо город просто встанет реально тогда в пробке. То есть, там будет перекопано все. Сколько лет нужно для того, чтобы... Для того, чтобы ситуацию переломить, нужно года 4-5. То есть, это понятно, что все тысячи километров сетей, которые нуждаются в перекладке, не заменить за этот период. Но наиболее проблемное, да, и мы можем сконцентрироваться уже на устранении дефектов на остальных сетях. И здесь забыть просто все. Переложили, и люди живут спокойно, и мы сюда больше не возвращаемся, здесь больше не копаем. И здесь можно уже будет проводить тогда благоустройство по программе «Комфортная городская среда». Сейчас ее проводить, но это значит просто в конце концов столкнуться с тем, что мы снова перекопаем брусчатку, свеже уложенные газоны и так далее. Но это неизбежно, потому что из двух приоритетов сохранить красивое лицо города или дать людям тепло, все-таки побеждает тепло, потому что у нас зимой холодно. Вот так. Спасибо, что нашли время и пришли сегодня к нам. Я напомню, что у нас в гостях был Олег Прохоренко, начальник отдела по связям с общественностью кировского филиала «Т-Плюс Киров». Меня зовут Надежда Ведерникова, сегодня со мной в студии работали мои коллеги Ирина Сырцева и Дмитрий Житарчук. До свидания. До свидания. Есть такое хорошее русское выражение, что писать надо от печки. Это значит, что в любом деле нужно начинать с плавного. И на сегодня, если мы представим наш город как дом, а это действительно наш общий большой красивый дом, то начинать нужно с переклейки обоев, не с установки новых окон и замены полов, а начинать нужно с батареи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова